Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам «Археология. Человек». И мы сегодня возвращаемся к циклу программ о профессиях. И у нас уже было несколько музыкальных профессий, о которых мы говорили. И вот сегодня у нас новая профессия – профессия танцовщик. И у нас сегодня в гостях легендарный танцовщик и хореограф, исполнитель роли Спартака, Ромео, принца Зигфридея, принца Щелкунчика, руководитель, бывший руководителем балетной труппы Большого театра и художественным руководителем театра Станислава Сканемировича Данченко, народный артист СССР Михаил Ильич Лавровский. Добрый день. Добрый вечер. И вас, кстати, одно из моих первых детских впечатлений тоже связано. Я вас видел и в роли Щелкунчика, и в роли Спартака. Так что, так сказать, я очень хорошо помню вот эти первые волшебные ощущения Большого театра, поскольку наша семья тоже была связана с Большим театром. Там вот этот боковой вход, 16-й подъезд. Да, 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 Директорский. Да, Сидя. Из этого, ну, положим, так сказать, не из дирекции Большого театра, но, тем не менее, все это было очень-очень близко. Окунул из детства. Окунулся, да, окунулся немножко и, так сказать, в том числе видел вас. Так что хочется поговорить, в принципе, о балетной профессии, о том, чем она была в прошлый век, в 20-м веке, чем она стала сейчас, о вашем отношении к Большому театру, перемены к Большому театру, и вообще о месте балета, российского балета на современной балетной мировой сцене. Ну, для начала, вот я хочу что спросить. Я читал в ваших интервью, что вы недолюбливаете слово «балет балетный», да? Вы что? Ну, в общем, вы знаете, балет, так, ну, как я воспринимаю, мое мнение, до Фокина, до Фокина, все-таки, ну, до Петипа, конечно, немножко прикладное искусство было, в общем, очень красивое, красивые мальчики, красивые девочки, но, в общем, это женский вид искусства был. С приходом вот Фокина, он пишет в своих вспоминаниях, я не могу точно процитировать, но что ему уже надоело, просто так красивые бегающие мальчики и девочки по сцене, он хочет видеть смысл того, что происходит, то есть действия и актера на сцене. Его замечательные спектакли, конечно, время развивается вперед. Потом, вот, так сказать, что критиковали, еще замечательный драм-балет наш, так называемый, который подарил миру и Улану, и Ромалаева, значит, Захара «Война на Лавровске», потом рассвет, уже психологический пик танца в лице шестидесятников, Юрия Николаевича Григоровича, который вот дал новую ступень, поднял эпоху Виноградов, Олег, это все стало серьезным без языкового барьера международным искусством. И особенно у нас, вот в России, я уже много раз говорил, это очень много раз, но повторяю, у нас почти у единственных был на сцене смысл исполняемого, понимаете, и сюжетные спектакли большие. То есть балет как музыкальная драма. Конечно, конечно, это, я не знаю, вот я тогда, я не стеснялся, мне было интересно и почетно, когда знали, что я вот артист большого театра, хореографические, так его, значит, с его стороны. Для вас открытие балета, это уже самые первые детские впечатления от отца, вы же сын легендарного хореографа. Да, да, вы знаете, ну меня привели, была война, не с кем было оставить, меня привела мама, мне было три года за кулисную часть большого театра на Лебединозе. Вот я помню белые пачки вокруг меня с женской стороны, по старому большому театру, который был вот до ремонта. Так что да, как-то, вообще, ну трудно сказать, я все время вращался в театральной сфере, и потом тогда, вот когда я учился, поступил в школу, московское хореографическое училище, при большом театре тогда оно было, вы знаете, очень серьезное отношение было к этому искусству, вообще у нас, начиная с правительства, и вообще все-все, так сказать, полосты человеческого, гражданского общества нашего, очень серьезно относились вообще к искусству. Я не знаю, по каким причинам, то ли мы где-то были закрыты, то ли мало было развлекательных программ, я не знаю, но искусство у нас, и балет, и опера, конечно, и драма, и эстрада, ну, конечно, симфонические оркестры, цирк, это все было на колоссальной... Ну, Советский Союз, наверное, в этом смысле был таким классическим проектом, ориентированным на некие такие статуарные классические образцы, отсюда и роль, так сказать, классической музыки, которая из репродукторов шла, и так далее. То есть, в отсутствии не было массовой культуры, хотя была она, ну, такая низовая, наверное, да, не было... Ну, как вам сказать, понимаете, что мы же... Так, страна была, в общем, ну, как сказать, атеистическая. Люди очень много... Говорят, что в 1937 году был опрос людей, 80% сказали, что они христиане, молодцы. Но, в общем, считалось атеистически. Чем мы могли бороться с Западом? Тем, чем сильны мы, чего у них нет. То есть, лучшие спортсмены, лучшие артисты оперы, балета, драмы, так сказать, симфонический концерт, цирк и наука. Но она была, конечно, засекречена. Ну да, ведь в тот момент, я думаю, даже люди достаточно далекие от высокой культуры все равно знали, скажем, и обсуждали Уланово-Лепешинское. Конечно, конечно. Вот это, так сказать, был там, не знаю, Лемешев-Козловский. Были партии. Вот это сложно представить, чтобы сегодня какие-то вот такие, так сказать, происходили столкновения. Интерес потеря, вы понимаете? Вот я бы сказал, я был лет... Ну, уже так не молодой, лет 20 тому назад, может быть, меньше, может быть, что... Не знаю, вот я сейчас не помню. Я был в Японии. И жил, преподавал в школе, жил не в центре Токио. Не знаю, насколько правда, но мне сказали, что в школах общеобразовательных до какого-то класса, до пятого или до шестого только классическая музыка. Потому что она правильно формирует нервный настрой молодых людей, девочек и мальчиков. Я считаю, что это правильно. Потому что, так сказать, ну, в общем, и любая вещь так. Вы должны с детства смотреть добрые картины, читать добрые литературные произведения, находиться в добре, в ласке, в правильном воспитании. Потом, когда вы вырастаете, вы можете смотреть любой фильм. И с элементами порнографии, с чем угодно. Вы уже не воспримете так. То же самое, так сказать... Да. Михаил Ильич, а сейчас, если бы был все-таки тогда у вас выбор значительно семьей был, видимо, предопределен. А сейчас, если бы у вас был свободный выбор, вы пошли бы снова в балет? Вы знаете, трудно сказать. Так, мне кажется, что нет, я не пошел. Потому что, понимаете, в чем дело, я не хочу быть таким, самокритиковать недовольным. Все идет, Гегель сказал, что по спирали, ну и пластами тоже все идет. Понимаете, невозможно... Все действительно и разумно, он еще сказал. Да, да, да. Все меняется. Ну, я воспринимаю один вид искусства. Сейчас, малыш, воспринимаю другой вид искусства. Ну, сидеть рядом с ней и критиковать ее все. Неправильно. Они так смотрят на жизнь. Они так воспитывают. Они попали в такую эпоху. Им это нравится. Ну, что сейчас сделать? Мне нравится другое. Дети ваши не пошли по балетной линии? У вас сын, актер драматический, да? Да, драматический актер. У него дедушкины способности режиссерские. Много работает. Может быть, моя вина, что он не пошел в хореографию. А может, это и плюс. Потому что я тоже сам тяготею к, так сказать, больше, ну, так сказать, спектаклям драматическим здесь. К драматическому содержанию, да? Не столько, так сказать. А если уж исполнение, то это должно быть исполнение на уровне, вот, я себя не видел, но так на уровне Барышникова, Нуриева, Васильева, Лиепа, Владимирова, Тихона. Вот так должно. Да, да, это да. Я беру сейчас мужчин. А женщина, это Плесецкая, это Стручкова, Бессмертного, Максимова, Семеняка, Сорокина. Вот это, да. Ну да, все-все блестящие. А вы назвали все образцы, фактически, не знаю, Васильевы вы какого называете? Володя Васильева, да. Вы все назвали старые классические образцы, а из новых кого-то вы можете назвать? Ивана Васильева, да. Да, блистать нацовщик, Ландратов. Это просто будет лицо Большого театра. Очень хороший молодой человек, сейчас заболел, к сожалению, Ефимов Клим. Очень способный классический танцовщик. Вот он получил травму. Сверкоспособный мальчик. У нас, ну, конечно, Гуданов, пластик блистательный. Сискоридзе. Но это он уже, так сказать, состоявшийся. Ну да, то есть новых вы тоже. Овчаренко, кстати, вот классика замечательная. В одном из интервью, вот я отметил такую вещь, вы говорили, что танцовщик не слишком счастливая профессия. Что мало людей, которые, так сказать, снискали себе счастье на этом. Ну и, конечно, так сказать, начиная с Нежинского, и затем пошла какая-то вот такая достаточно большая череда. Это очень тяжелая профессия. Скажем, Гуданов тот, который, я уж не говорю из нынешней всей трагедии, которые в Большом театре происходили с Филином. Почему так? Нет, я, знаете, ну, значит, Филина мне трудно сказать. Я не знаю, что... Я не про Филина, я про, как бы, общий такой трагизм какой-то вот в этом во всем. Я, так сказать, сужу по себе и не называю фамилий по своим товарищам. Может, я не прав, они по-другому считают. Вы понимаете, в чем дело? Любой художник, вот режиссер драматического театра, он формируется, и, если он талантный, он, конечно, есть, он прогрессирует в своей профессии с каждым годом. Пианист прогрессирует. Вот мое любимое произведение, часто отвлекусь, это первый концерт Чайковской, очень люблю. Первая часть, вообще, цвет льется, вместо трогать до слез. Я слышал, мне дали пластинку Рубинштейна, он уже играл этот концерт, играл в старости, играл вот трагически, но он играл-то технически, и по исполнению гениально играл. Мы, понимаете, в чем дело? Если я был бы режиссером спектакля с самого начала, то я бы нашел свой стиль. Мы все люди, вот шестидесятники, мы сталкивались с такими мастерами, как Григорович, Лавровский, Захаров, Вайнона, Викапсон. Вы понимаете? И, естественно, я могу что-то сделать, скомпоновать, что-то поставить в спектакле, в спектакле свои мысли. Но чтобы выработать свой стиль и свой язык в хореографии, надо постоянно как ремесленник работать, как мы работали, я лично, в зале, когда был танцовщик. И мне было не до этого. Я что-то хотел поставить, что-то делал. Поставил фильм «Цири», поставил «Приметея», фильм «Балетный». Но все-таки я исполнил... Я мыслил режиссерский, я люблю это. Но я все-таки жил как танцовщик. Когда кончается профессия, а она короткая, по-настоящему. Танцовщик, да. Да, конечно. Сколько век танцовщика? Лет 20 максимум, да? 20, да. У меня очень хорошие мышцы были, связки. Ну, 20 лет по-настоящему, да. Потому что это при всей философии и социальных проблем, которые сейчас скрываются на сцене, все-таки это искусство, хореография, оно молодое. Должна быть романтика. Это искусство молодого гибкого тела. Гибкого тела. И это, скорее, трагедия в том, что с годами это уходит, и ты не будешь танцевать так, как танцевал в юности. Да, и я не могу перейти достойно на хореографическое поприще, потому что я всю жизнь потратил на то, чтобы, ну, хорошо там, скажем, танцевать. А мыслить и выработать свой язык... Вот я был в Тбилиси, поставил наш первый джаз-балет тогда, больше 30 лет назад, это «Порги и бес» на музыку Герчнева. Американцев пригласил, приезжали, имел успех. Я же критик американский, великий Клянв Барнс. Ему понравилось. Потом у меня пришла ссора, поменялось руководство, мне пришлось уйти, чтобы меня не выгнали из театра. Только-только начинаешь что-то делать, искать свой язык, раз, это изменяется, уходит, понимаете? Потому трудно, конечно. Не знаю, может быть, есть люди. Ну да, но в этом действительно какой-то трагизм. Мы об этом поговорим после перерыва. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Лавровский, танцовщик и балетмейстер. Мы вернемся после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». У нас сегодня профессия танцовщика. В гостях Михаил Лавровский, народный артист СССР, танцовщик и балетмейстер. Ну вот мы говорили о, в каком-то смысле даже трагедии, да, балетной профессии, то, что тело, оно не улучшается с годами. Сожалеет. То, что человек должен, то, что пианист может совершенствовать, переходить на какую-то новую философию. Пальцы его также, может быть, слушаются. Вот. А с танцовщиком все не так. Это одинаково и женского, и мужского тела касается. Или женский век балетный, он все-таки, женское тело более какое-то пластичное все-таки. Ну, вы знаете. Я вспоминаю, скажем, я не знаю, зрелость плесецкой, когда она перешла в какое-то новое качество. Нет, нет, это грань таланта. Плесецкая огромный талант, уникальный, и эти люди, так сказать, не подчиняются общим правилам. Потому что настолько они значимы по своему таланту, что, как говорится, им можно все. Вы понимаете, а, ну, как сказать, женщины тоже... Ну, вообще, танец мужской в 60-х годах, вот когда... Ну, рассвет дал Ирмалаев, Мессерер, Чебукиани, Сергеев, Каплан. Вот они дали начало рассвета мужского танца, настоящего. Я не видел Нижинского, не знаю, там, Вестериса. Могу сказать, но... Но танец более такой силовой, что ли? Силовой, да. С большим спорывом, с прыжком. Да, потому что только у нас было. Ведь, по-моему, это настоящий мужчина, настоящая женщина, настоящее ПДД, на чем держится мир. Не как сейчас модно, так сказать, родитель номер один, родитель номер два. Нет, именно мужчина и женщина. Это было. Потом мужской танец был, как полагается мужчина, мощный, сильный, страстный. И все ассортименты классического лексикона у нас был. Партер, терротер и, конечно, анлер, как верхнее до у певца. Это исполнялось мощно. Это трудно исполнять, когда вы начинаете, к сожалению, стареть. То есть, вот очень интересно, говорите, фактически советская балетная школа с 60-х годов, она создала такой образец, так скажем, гетеросексуального балета, где было ярко выражено женское и мужское начало. Но все-таки, в любом случае, я думаю, эту тему не будем, да, стыдливо обходить. Очень сильно начало гомосексуальное в балете, идущее вот еще от линии Нежинского и вот это, так сказать. Да. Да. Я скажу, Сереж, что Нежинский, как говорят, я говорил с его дочкой, и она очень отрицательно относится к Дягилеву. Не знаю, сейчас живая она или нет, это было 26 лет назад в Америке. Вы понимаете, она отрицательна к Дягилеву. Как говорят, он его, в общем, своротил, Нежинского. Но, вы знаете, очевидно, я не буду называть фамилию, мой большой друг, ныне покойный, блистательный режиссер и актер кино и театра, он сказал, что где-то артисту балета нужно, нужно иметь в себе желание понравиться, как женщина понравится публике. Это обязательно должно быть. Может быть, и было в мое время это так, но у нас не было такого вот яркого, так сказать, распространения этого направления. Сейчас действительно очень большое, так сказать, влияние. Сейчас понимаем, в чем дело. Сейчас и внешняя форма, и данные лучше. Я признаю, так сказать, исполнение 60-х годов мне нравится, но, когда смотришь на пленки, конечно, теперешние люди, они обладают внешними данными, просто замечательными, и мужчиной, и женщиной, и красотой. Ну да, просто физически какие-то античные боги сейчас смотришь на, так сказать, как развитые мужские тела. Да, да, просто эстетика колоссальная, конечно. Вообще балет в этом смысле больше шагнул в физическом плане, стал более таким силовым, что ли, искусством, или происходило одновременно развитие, так скажем, драматической составляющей балета? Это я не могу сказать. Мне лично, вот я потом, когда уже, так сказать, совсем почти не мог выходить на сцену в классических вещах, вот я сделал такой драм-балет с Ричардом Третьим. Шекспером. Да. Меня эти вещи увлекают. Но вот балет настоящий, остался почему-то. Ивана Васильева, это настоящий продолжатель, так сказать, стратегии 60-х, 60-х. То есть Владимира Васильева, Мариса Лиепа. Да, и Ландратов, блистательный артист, понимаете, ну вот, кого я называл, там, ребят, это колоссальная эстетика у Гуданова, конечно, вот это трудно сказать. Но он настолько эстетичный, так сказать, ну, талантливый на сцене, что ли, что тоже ему позволительные какие-то вещи. Травмы неизбежны у всех практически? У меня было много, я не могу, да. У вас же даже там артропластика искусственная. Два, три операции на бедра, ну, это уже потом, так сказать. А вообще рвалы, конечно, мышцы, мениск, это естественно. То есть это часть вот этого. В этом смысле подготовка артиста-балета, она, в общем-то, сродни спортсмену? А мы все занимались спортом, все. Я, возможно, вот когда я учился в школе, у нас очень многие занимались всеми видами, многим видами спорта, и фехтование, и гимнастикой я сам занимался, и боксировали ребята прилично очень. Ну, вообще, так скажем, в воспитании балетного артиста, какое соотношение физической подготовки и, так скажем, общетеатральной, гуманитарной, там, мимической, пластической? В мое время очень большое, вот, 50-е годы, когда я учился в школе, огромное значение, вот тогда было, это сильное физическое, мужчина может быть мужчиной, очень сильный физический, замечательно делать все, так сказать, элементы исполнять классического танца и, конечно, быть артистом. Потому что я помню, вот Володя Васильев, он постарше меня по классам, так, не на много, а классом на три года. И, по-моему, дамский, я боюсь наврать, драматический артист, замечательный, он преподавал актерское мастерство им. И они ставили Грибоедова «Горе от ума» и все еще хвалили Васильеву, и сыграли, вроде бы, роль Фамусова. Вот мы в школу, я не смотрел, меня не пустили на просмотр, но вот в школу говорил, что да, да, блистательно, актерский, как Володя сделал, вот, Фамусова «Горе от ума». Так что все вместе, три компонента, но сила обязательно и значимость в исполнении мужского танца, взлеты, это... Вы продолжаете сейчас как-то для себя танцевать, спортом каким-то заниматься? Нет, я занимаюсь каждый день, потому что... Наши, те, кто уже могут наблюдать, наши зрители, те, кто смотрит у нас веб-трансляцию, я должен сказать, что Михаил Дмитриевич в прекрасной совершенно форме находится. Скажите, что, собственно... Я каждый день занимаюсь, вот я прихожу, я себя плохо чувствую, если не знаю, я 71, я на 60 лет каждый день занимаюсь. У станка? У станка я на середине. Ну, во-первых, турник, сколько возможно отжаться, легкая гиря, потому что столько сидя, стоя нельзя для протезов, отжимаюсь, гнусь обязательно, тело деревенеет, ну и по возможности, конечно, профессии своей, там, до прыжков. Там, что могу сделать, что ноги уже не поднимаются, но вот когда тонус мышцами отдаю, я вхожу в свою прежнюю, так сказать, моральную, так сказать, не физическую, конечно, форму, но мне уже кажется, что я что-то могу там изобразить для себя. Но артисты балеты в целом сохраняют вот такую вот хорошую физическую форму или по-разному, потому что уже уходя из профессии, там, на рубеже с 35-40 лет, человек сталкивается с новой жизнью, да, и непонятно, как спортсмены, да, как боксеры, футболисты. Вы знаете, я знаю двух актеров, это я и Юра Владимиров, которые занимаются каждый день непрекрасивее. Остальные не занимаются. Ну, это кто как говорит, может быть, мы не были достаточно способны, я, во всяком случае, так сказать, был более одарен эмоционально, не знаю. Ну, ноги очень бросают. Я не считаю это правильным, потому что все-таки 20-25 лет физического труда и нервного напряжения одновременно, колоссального, это влияет. Конечно, мы все смертны, но, знаете, такая, как поговорка с юмором, ты потому занимаешься и не куришь, не пьешь, потому что хочешь умереть здоровым. Да, желательно умереть здоровым, в полной силе, честно, и не мучить близких. Хорошая тоже, вы знаете, хорошая-хорошая цель в жизни, прожить отмеренный Богом срок легко и плодотворно. А в вашей карьере танцовщика особую роль кто сыграл? Григорович? Ваше открытие произошло в балетах Григоровича? Конечно, понимаете, потому что он, я не знаю, так сказать, я не знаю, ну, так, ноги у меня, вроде бы, были бы ничего по способностям, по данным, там, по силе ног, по силе. Ну, я бы, конечно, как там, Лебедин, это вообще спящий красавец, это мне далеко, да, это так ли. А вот он, что я попал в его интерпретации, Лебедин, его, правда, не пропустили, к сожалению, этот спектакль, замечательный был. Потом, это, Щелкунчик, конечно, ну, конечно, Спартак, Грозный, Легенда о любви, очень блистательный спектакль, но очень не шумный костюм, у меня было зрубно, когда сам себе не нравился в костюме, это было очень, это на идеальную фигуру. На Нуриева, он про Демпта Грибов, у него хорошая фигура, парень вот хорошо танцевал, Юра Соловьев, вот такие фигуры пропорциональные, о них можно. Сейчас, как вы оцениваете вот возвращение Григоровича Большой театра, то, что продолжают идти его балеты 40, чуть ли не 50 лет спустя? Ну, это хорошо, вы знаете, сейчас, как говорят, я не знаю, что Спартак по рейтингу держит первое место в мире, по рейтингу, Спартак-балет. В мире? Да, вот так мне сказали, что в мире первый. А что за рейтинг такой? Ну, вот какой самый популярный балет, самый популярный считается Спартак, по опросу всех зрителей у нас и за рубежом. Но не застыли ли эти балеты? Я вам скажу, я опять-таки вспоминаю свои детские какие-то впечатления, в том числе, когда я вас видел, и вот я помню, я одни из первых постановок Ивана Грозного видел, ну и потом чуть позже с Мухамедовым, прекрасные совершенно тогда, на меня это произвело неизгладимое впечатление, в 70-х, в конце 70-х, тем более такая тематика была запрещенная, такая полузапретная, опасная. Но вот сейчас, я в прошлом году видел восстановленного Ивана Грозного, и на меня какой-то такой древней стриной от этого пахнуло. Вот мне кажется, что на уровне 2012-2013 года вот эти вот балеты, ну если кто-то не был никогда в балете, то, естественно, прийти и увидеть Спартак, эти великолепные прыжки, эти, так сказать, дуэты, краса Спартака, но как бы глядя с колокольни развитие мировой балетной культуры не устарели ли вот эти вот образцы? Вы знаете, в чем дело? Вот тут очень затронули сложную тему. Один танцовщик, блистательный, наш, потому не называешь, может, не хочешь, чтобы я бы назвал им. Он правильно сказал, не надо ставить в театре, допустим, оперу-паяце, если не тканью, драматического тена, который не может взять варьезную ноту. Тоже он сам относится к балету. Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, как я видел, а себя не видел. Когда танцевал Марис, Васильев, Тимофеева Адрыхаева, Максимова, Бессмертного, Владимиров, пастух, и вот такой простой проход по сцене исполнял наш, сейчас он главный репетит, варахопка Василий, это было античное откровение при потрясающем танце. Ну, Марис таки остался для меня непревзойденный. Вы понимаете, в чем дело? Как раз, да? Как раз, да. Актеры сейчас немножко смотрят, я не знаю, они, это все, знаете, как сказать, когда все решается деньгами, только деньги, нельзя обвинять людей. Они должны прожить и заработать все деньги, пока мне все они нужны. И исполнительская, манера исполнения, конечно, чуть-чуть меняется. Она переходит больше для меня, во внешнюю манеру. Ну, хорошо, грубо говоря, так плохим языком, он подпрыгнул. Ну, хорошо, свертел пират. Но в образном спектакле, образности и, как сказать, это, продвижение, принесение роли по всему спектаклю иногда отсутствует, понимаете? Потому вам может оказаться, потому что, во-первых, сокращается, чуть-чуть сократился Спартак. Владимиров, вот в роли Грозного был, понимаете, это было откровение. Васильев Льепа, это было откровение. Владимиров и в пастухе был непроизойденный. Понимаете, это... И потом это было, конечно, в жилу тогда, как говорится, такое нелитературное слово, но да. Ну да, да, это попадало во время, это как бы еще долго хранился дух 60-х. Я думаю, 70-е, 80-е уже более такие темные времена. Вот это бунтарское какое-то начало жило в музыке Хачатуряна и так далее. Вот сейчас, не знаю, у меня, к сожалению, вот такое. Хотя, не знаю, коллеги ходили сейчас вот на восстановленного Спартака, все это, зал рукоплещет. Ну, знаете, тоже рукоплескание зала. Нет, ну, это наше лицо все-таки, вы понимаете. Тут, как вам сказать, потом понимаете, чем дело. Когда все решает деньги и решает все дядя, который дает эти деньги. Знаете, кто дает деньги, заказывает шампанское. Очень трудно, потому что я вот помню, когда я пришел в театр, ведь это вкладывается в мозги человеку, тем более юноше. Вся труппа смотрела. Вот вы мизерную роль исполняете. Ну, какую-то, не знаю, вариацию вставную, вся смотрит. Если это хорошо, по-настоящему, вы уважаем в этом пятом риме, или, знаете, или четвертом риме. Если вы, упасть может любой, если вы бездарный, серый, к вам отношение, вы, ваш не замечает трупа. Сейчас совсем другое. Один летает, другой ползает по сцене. Одинаково получает деньги, и непонятно. И вы не можете наказать никого. Позвонит дядя, серьезный, скажет, поставьте-ка мою мальчику, мою девочку. И поставишь, если хочешь дойти до дома живой. Ну, то есть сейчас, так или иначе, получается, что в балете, в Большом театре коммерческий принцип поставлен перед художественным. На мой взгляд, бесспорно. Бесспорно, на мой взгляд. Ну, вот мы выходим уже на вот эту вот такую достаточно большую тему, нынешнее состояние Большого театра. Ну, вообще, все, что я даже не хотел бы здесь особо углубляться в последний вот этот вот скандал. Я знаю, что и вы знаете главных фигурантов, и Филина, и Цескоридзе. Собственно, я думаю, масс-медиа достаточно это все обсосали. Вот, и будут еще какие-то повороты в этой теме. Но вот я хотел бы поговорить вообще ваш взгляд на состояние Большого театра за последние 20 лет. Вы как человек, который столько ему отдали. Ну, когда уходит, на мой взгляд, тот фундамент, то начало, которое являлось... То есть когда человек, театр, город теряет свое лицо, мне кажется, это становится неинтересным, так сказать, окружающим. Надо все уметь. Надо брать хорошее западное. Причем вот они, на Западе, они берут наши. Вот Корянко сделал большие балеты, трехактные взял у нас. Но они свое лицо не теряют. Они воспитаны на модерне и блистательно владеют модерном. Мы должны? Должны. Бесспорно должны. Но в процентном соотношении. Я не знаю, кто-то из Ленинграда выступал, балерина. Меня не слышно. Мы сказали, что когда человек без концерта танцует модерн, он хуже танцует классику. Это правильно. Потому что если вам не нравится, тогда надо... Ну, сейчас убрать нельзя это, потому что это кощунство. Это наше лицо. Но полно же театров. Вот у нас есть малая сцена. Там идут современные балеты. Очень хорошо. На большой сцене, но, как сказать, когда вы не можете... Когда теряется критерий исполнения, понимаете, очень трудно потом человеку сказать, что ты не имеешь права танцевать. Ведь они что говорят нам? А вот сейчас мы, так сказать, лучше танцуем. Я говорю, вы странные люди. Самый гений тот, кто изобрел колесо. Правильно? А потом мы же делали. Летаем в самолеты, делаем ракеты. Все. Первые были. Чебукиани, Ромалаев, Мессерер, Сергеев. Первые они. Чебукиани поставил вообще практически все вариации в классических балетах. Идут его. Ну, конечно, там, не знаю, Лиепа, или Нуреев, или Васильев, или Барышев лучше танцевали. Но они исполняли это на еще большем лучшем уровне. Естественно, прошло 30 лет. Это вы к тому говорите, что мы должны быть хранителями классической традиции? Конечно. А мы сейчас говорим, что ой, коря, мы по-другому. Надо красиво... Нет, надо еще лучше танцевать, вот, как Иван Васильев, как Ландратов. Еще лучше делать. Но, конечно, находить свое современное дыхание. Но дыхание должно быть. Бездушность не может быть. Если вы станете, русский балет станет мертвым, формальным... Очень много на Западе, мое мнение. У них какое лицо. Они... Я очень много в модернах, когда вообще непонятно о чем. Но красиво, со вкусом, эстетично. И 15 минут смотрю с удовольствием. Просто эмоция. Ну, да. Но все-таки Большой театр тоже очень много потерял. Мне кажется, не открываясь. Я даже то, что я видел в последние годы, как Театр Станиславского, сия на сцену, скажем, балета Киллиана для меня великолепно совершенно были откровения. Вот. Так что вот в этом смысле, может быть, Большой театр потерял, не пуская так долго, оставаясь этим заповедником консерватизма, и не пуская модерн. Надо пускать модерн, но нельзя терять свое лицо. Потому что, если мы разучимся по-настоящему исполнять классический репертуар, надо исполнять лучше, чем мы танцевали. Бесспорно. Вот эталон классист-танцовщик, Николай Борисов-Адеичев. Вот. Вот это классический танцовщик. Этот самый. И стал покойный Юра Соловьев. Это, да. Барышников. Это классические танцовщики. Потрясающе. Ну, я беру раньше. Да, нас там тоже дали жизнь. Такие, как Хохлов. Как классик, как Ледях. Геннадий Васильевич. Как эмоциональный танцовщик. Так продолжатель Чебукиани. Нам дали тоже жизнь. Нельзя терять свое лицо. Надо иметь все. Понимаете? Если мы потеряем манеру своего исполнения, надо иметь, так сказать, уметь танцевать модерн обязательно. И ставить надо. А у нас умеют танцевать и ставить? Ну, как сказать. У нас умеют танцевать и ставить, но, на мой взгляд, хуже, чем за рубежом. Хуже. Мне нравится Поклетару. Подскажу. Вот он, мне как... Ибо спектакли. Мне нравится, как он мыслит. Понимаете? А за пределами Большого театра, скажем, то, что в Перми происходило. Вы знаете, у нас паразитная манера. Я сам человек русский, могу сказать, паразитная. Я вижу очень много у нас талантливых людей. Я даже не помню фамилии. Молодые ребята, которые ушли из театра, они ставили балеты модерн. И в Станиславском театре по-моему, Петухов поставил современный балет. На мой взгляд, блистательно. Это современный, но с нашим духом, так сказать, русским. Их всячески, их тут же убирают. Вот если будет там французы или американцы, вот будут делать все. Понимаете? Причем хорошо. Ну ладно, француз или англичане, пускай это будет Киллиан или Бежар. Это понятно. Так сказать, мировые. Любой, только чтобы, не наш, не очень понимает эту тенденцию такого низкопоклонства. Ну да, то есть, может быть, в том смысле, действительно, не надо такой четко делать раздел между вот Россией как заповедником классики и Западом как заповедником модерна, что, в принципе, если хорошо и не танцевать классику, то и модерн и современный танец не будет. Конечно, надо, если мы, опять же, в чем дело, ведь очень вот в живописи, там, только, может быть, вандал, как вот ударил по пьете Микеланджело сумасшедшим молотком, никто же не будет трогать Мадонну Рафаэля. Делайте свое, время покажет все. Ну да, пусть расцветают сто цветов. А у нас ведь уходят эти спектакли, уходят самые главные стили исполнения. Вот что. И поймать за руку невозможно. Напомню, что у нас в гостях Михаил Леонидович Лавровский, народный артист СССР, танцовщик и хореограф. Мы продолжим после паузы. И снова добрый вечер. Михаил Лавровский сегодня в гостях у программы «Археология». Говорим мы о профессии танцовщика, о судьбе танцовщика, о том, что происходит с советской, с российской балетной школой, о том, как изменился за последние годы Большой театр. Ну вот, говоря о Большом театре, как вы считаете, вот это какой-то особый статус на него накладывает то, что это театр императорский? Конечно. То, что фактически он обслуживает... Вот у Григория Ревзина была хорошая статья после реконструкции Большого театра, она вышла, она была очень хорошей театр одного зрителя. Как бы, так сказать, зритель, он один, он сидит в Кремле. Это сложнее работать в такой атмосфере? Ну, мне трудно сказать. Я уже не работаю в театре, так мне трудно, потому что молодежь тоже нельзя так-так огульно обвинять. Они сыны своего времени, они чувствуют, как надо жить, как надо, в общем, выживать. Понимаете? Ну, слушайте, большое трудно сказать, не знаю. Большой театр был чем, так сказать, вызывал город Большой, Мариинский. Если там ставил другой балетмейстер, то он ставил лучший балетмейстер в мире и самую лучшую вещь. Это не экспериментальный театр, где кто угодно может прийти и поставить. Знаете, хороший мальчик, хорошая девочка, так нельзя. Это лучший театр, это марка. Все иностранцы, я помню, первый, второй конкурс, я не участвовал. Вот они станцевали в большом театре, ну, получили там, это редко золото, ну, серебро получили, все, им открыт путь за рубежом был. Они уже себе жизнь заработали. Это была значимая марка для всего мира, как аля скала для закала. Ну, вообще, это осталось, или это такой больше феномен 19-го, 20-го века, большие государственные театры, большие представления, большие премии. Вот я сейчас думаю, так сказать, вот где живет современный балет, да, какие-то вот очень часто представляются какие-то такие небольшие гибкие трупы, вот как у Пины Бауша в Упертале, так сказать, какие-то такие антропризы, небольшие проекты. Вот может быть, вообще эпоха больших театров уже прошла? Может быть, очень, расскажу, потому что ими не интересуются, вы понимаете, в чем дело. Вот возьмите, блистательный статарь, не только большой театр, драматический, Вахтангово, театр Фоменко, Малый театр, МХАТ, народ идет, но народ с процентом отношений с тем, кто сидит на стадионах по 50 тысяч. Это капля в море, понимаете? Вот что ужасно, я не против эстрады, хорошей, конечно, ради Бога, но эстрада поддерживается и бизнесменами, потому что это большие деньги, и, в общем, руководящими оргами нашей страны. А вот наше искусство, оно так, как я вижу, просто не хотят отпускать бывшую марку, потому что она все-таки живет, а так она не очень им интересна. Ну да, это бренд, это деньги хорошие, которые с этого, особенно учитывая то, что сейчас со всей этой билетной мафии, которую, по-моему, невозможно никак и ничем перешибить, все только цветет все больше и больше. А публика изменилась? Все-таки публика стала такая более демократичная и менее взыскательная. Осталось ли костяк таких балетаманов, люди, которые могут оценить какой-то папируэт? Как я слышу, очень мало. Публика она очень сильно воспринимает нашумевшее, когда говорят о скандальном, понимаете, Мацискоридзе. Ну, Коля хорош танцовщик. Нет, ну не то, что нашумевшее, но просто люди через медийное зеркало смотрят. Это да, но когда очень здорово, по-настоящему эмоционально и физически, вот откровение, это понимают все. Тут ошибиться, тут немощник, когда воздействие энергетическое идет из зала колоссальное. Но в принципе публика больше, как я знаю, как я слышу, то, что модно, тем увлекаются. То, что модно. Потому что я смотрю даже по кино, я очень люблю кино, хорошие фильмы, на мой взгляд. Они проходят, да, получают золото, все, они проходят и уходят. Какая-то, в общем, на мой взгляд, чушь, она идет без конца, потому что она приносит деньги, как сериалы. Ну да, Большой театр, конечно, в этом смысле тоже был не избежал судьбы общей для всей эпохи. Я вспоминаю, особенно в 90-е, когда вот пошли первые большие деньги, новые русские, там оппонировались целые ложи, там сидели люди с лакеями, там спиной к сцене говорили по мобильным, пили шампанское. Это все-таки прошло. Ну, вы знаете, самое страшное, когда, знаете, как говорится, Анчиньку обижать, рабу власти, это самое страшное, когда вот без грязи в князь дорвались, культуры там нет. Вот есть аристократ, есть буржуй. Аристократ, я беру в хорошую, там тоже бывали дебилы среди аристократов, но в принципе мы подразумеваем, это человек большой внутренней культуры, такта и образованности, вот человек внутренний. А буржуй, это человек, успевший нахватать деньги и сделать себе 15 дач, там, в Монте-Гарло, все, вот он будет, и как будто он вчера не был, так сказать, нищим, у него такие уже требования, что, не знаю, у императрицы, в нашем Росусе таких не было требований. Он дорвался, он не отпустил, хочет показать, что он хозяин всего, и будет тяга, и сеять спиной, и для него будут танцевать, и как у нас икрой будут, будут мазать стены красной икрой, писать такой-то год, как у нас было. Да, да, да. Как вы оцениваете итоги реконструкции? Потому что многие артисты балета, тот же Цискоридзе и Волочкова очень, что... Отрицательно. Даже не то, что там золото изменили по золотой дешевый, а просто качество репетиционного зала... Я вам сейчас скажу, я считаю, что я не знаю, это, ну, в мягкость это преступление, потому что энергетика существует везде. Большой театр, ну, в наше период, в древние, около 300 лет, лучшие дирижеры, лучшие музыканты, певцы, там, артисты, там эта энергетика существует, это не мои, огульные говорю. Все это сломать, сделать современный непонятный театр, вообще, я не понял закулисную часть, я бы не делал, потому что, опять же, чем дело, ну, вот придет человек через 50 лет, а я сломаю, условно говоря, кремлевскую стену и поставлю стекляшку и сделаю там дискотеку. Он не видел ничего, он скажет, да, да, это хорошо, почему? Для него, да, но те люди, которые чтут историю, так сказать, любят свою страну, без истории мы же не люди. Я тут слышал по телевизору, показывали трех девочек, это же катастрофа, никакой Гитлер, никакой Наполеон это не сделали, что же сделали наши руководители в 90-е годы. Девочкам 20 лет, манекенщицы, японка не знает, что такое Хиросима Нагасаки, она же не знает, кто такой Ленин, а Леннон, она тоже не знает, не давать тебе такие вопросы. А медный садник, кто изображал? Александр Невский, она сказала, тот развел руки. Ну, это 20 с чем-то лет. Есть, конечно, народ, и когда вижу, человек читает Чехова в метро, знаете, просто хочется расплакаться, потому что настолько, что нельзя, есть, человек теряет свою историю, недопустимо. В этом отношении, конечно, да, с большим, с уничтожением старого, большого театра, вот этой вот такой намоленности, да, этих очень-очень многое ушло, и нового духа. Вот я несколько раз всего был после реконструкции, вот этого, конечно, ощущения новодела, так же, как в Раме Христа Спасителя, какие-то, так сказать, абсолютная гипсокартонность такая. Это не нужно, не знаю, я не воспринимаю. Хорошо, а с артистической, с художественной точки зрения удалось ли сохранить костяк балетной труппы, саму школу балетную? В любом случае, в любом случае, наша школа все лучше. Вот мы сейчас, наша школа, наш директор Леона Марина Сантинна возила школу в Париж, там был фестиваль французской школы, по-моему, 300 лет, и наша школа показалась достойна. Это было действительно, и по приему, тут не обманешь людей, это был эталон классического танца. Почему в последние годы, уже даже десятилетия, так много громких отставок, скандалов? Что было с Васильевым, с Ведерниковым, потом то, что, не знаете же, Иван Васильев и Осипов в Маринку уходили? Это вообще безобразие, потому что, когда человек является, нравится тебе, вот мне может не нравиться, ну, там, не знаю, дядя Петя, но если он, я же не могу себя унижать настолько, что буду на белый, говорить черный. Если он умеет петь или умеет танцевать, то он будет у меня танцевать, все, что он захочет. Это потому что он, я понимаю, что это талант. Не дать работать Осипа и Васильева, ну, что сами себе коплюнули свой колодец. Приглашают их, как я слышал, говорят, и Бересария, но они работают в Ленинграде, они работают в Лондоне. То есть, ну, мир видит их. Жалко просто терять таких людей, надо давать. Насколько, насколько лучше атмосфера в Мариинском театре, чем в Большом в этом смысле? Я не думаю, что там лучше атмосфера. То есть, тоже императорский театр и диктат есть. Как бесспорно, диктат мощный там идет. Я не думаю, что там есть. Я не знаю, но я не думаю, что там лучше атмосфера. Потому что, вы смотрите, вообще так вот, и раньше Вуланово, Семеново перешли в Москву. Теперь блистательный Шелест, тяжело езжилось, Осипенко, блистательный Бариинок, Комлева, потрясающе. Им трудно было, понимаете. Кто оставался, просто тяжело было, а тот, кто-то уходил в Москву. Ну да. Понимаете, так что не знаю, что. А сейчас тем более, наверное, тяжело. Скажите о ваших новых проектах. Вот сейчас в мае выходит мультимедийный щелкунчик, да? Да, да, да. Расскажите об этом проекте. Вы знаете, что, мне трудно говорить, почему. Я к нему не прикасаюсь. Я дал свое имя. Я сказал, что я ничего подписывать пока месяц не буду, никаких контрактов, ничего. Очень способный мальчик. Во-первых, я пригласил, попросил, чтобы они пригласили меня на премьеру. Это где, давайте сначала расскажем? В рамте. В рамте, да. И будет в рамте идти. И наш, ну не наш, ленинградский, замечательный артист, премьер балета, Бланков Борис, он поставил первую версию Вайнонена и щелкунчик, которую первую поставил. Потом в Москве по-другому был поставлен им же щелкунчик. И наш танцовщик, он у меня учился в ГИТИСе, очень способный танцовщик, так сказать, мысли трежиссерские, танцевали, но очень неплохо, Кожемякин Дмитрий, он сделал всю свою версию этого щелкунчика. Он сам. влезать туда и что-то говорить ему, значит, тогда уже будет, так сказать, я буду что-то навязывать ему. Это его дипломная работа. Вот он сам сделал щелкунчик, и я сам посмотрю, может быть, в мае какие-то моменты и могу сказать ему свои мнения. Но он, так сказать, думаю, что справится, не знаю, посмотрим. А когда премьеры? 17-го, 17-го мая премьеры в рамке 18-го. А у вас же театр был Толариум от Люкс. Вот это ты есть. Это он и есть, да? Театр, Театр и Свет. Он пока мисс немой. Они так назвали Толариум, Люкс, Театр и Свет. Но посмотрим, потому что я уже, к сожалению, не молодой и посмотрю, вот как это, если пойдет мне как-то, ну, желание, что ли, я не знаю, тогда я театр это возьму, потому что люди хорошие и организованная сторона дирекции и артисты, и сам Кожемякин, который работает, делал весь пентакль, что, ну, посмотрим, я не знаю, если это как-то, желание надо иметь. Ну, понятно, да, вы, так сказать, первый вот этот пробный камень посмотрите. А какие у вас еще есть задумки в этом театре, если все хорошо пойдет? У меня задумки, вот у меня задумки, только современные новые спектакли делают. То, что я сам мыслю, и приглашать тоже, так сказать, на современные спектакли. Классику, конечно, обязательно, потому что мы разучим все это. Хотя бы по ДД. Дон Кихот, Бая Дерка, Лебединая, Жезель. Вот это как альма-матер, это должно быть. Люди должны уметь правильно, по-нашему, по-русско-советски это исполнять. Тогда, да. Но театр, конечно, надо современные вещи. Это небольшой театр, там можно все. Почему? Ну, да. Это современные театры. У вас там какие-то экраны будут? Да, это все. Много экрана, да. Это посмотрим, посмотрим как. Как вы относитесь вообще сейчас к моде на балет? То, что появляется много таких школ танца. Насколько, вот, может быть, людям, которые нас слушают, родителям, вы считаете, это нужно? Ну, трудно сказать. Ну, девочкам нужно. Без спорта. Даже если она не пойдет в балет, правильно ставит и фигуру, осанку, координацию, это только польза. Для мальчиков нужно, конечно, потому что, но все хорошие, вот, замечательная, у меня, школа Лавровского, отца, это не моя школа, там очень хороший директор, Васильева Жанна Борисовна, и, ну, вот, как хороший мальчик или хорошая девочка, они переходят в Маху. Ну, я понимаю их, что они переходят, они, естественно, уходят. Ну, обидно, конечно, нам, я понимаю, потому что, вот, замечательная балерина, Катя Крысанова, звезда Большого театра, прима, вот она училась у нас в школе, и получила первую премию, и золото получала, и серебро, заканчивала она Маху. Вот, и она сейчас, это гордость Большого театра. Вы понимаете, так что, ну, ну, конечно, ну, очень много, понимаете, по спектаклу, по спектаклу, когда создался театр Бориса Эйфмана, это было да, потому что его талант влился в абсолютно новое русло мышления режиссера на сцене, это новый спектаклик. Он не делает спящую на трех девочек или лебедина на пять человек, он делает свои спектакли, потрясающие. А как вы вообще относитесь вот к Эйфмановской, в том числе, практике, когда исполняется под фонограмму, когда нет живого оркестра? Ну, это труд, можно, можно, если талантлив, это можно все. Конечно, театр, вот, когда идет Лебединая или идет там, не Дон Кихот, конечно, все это имеет значение, увертюра, оркестр, сцена. Это определенный, в этот жанр искусства входит все, начиная с вешалки. Ну, да, да, Ну, то есть, эксперименты Эйфмана вам не кажутся каким-то таким популяризаторством, упрощением классического искусства? Потому что у меня когда-то, я для себя даже, не знаю, у меня такое отношение к Эйфману немножко как, ну, не хор турецкого, но такое, упрощение классического искусства. Он, по своей мысли, он очень талантливый человек. Вот меня, не знаю, то, что я видел у него, красная Жизель и другие спектакли, здорово. А кого еще вы выделите из современных хореографов? Вот кто вам наиболее интересен? у нас талантливый хореограф был, и Ратманский у нас работал талантливый. Мне очень лично понравился Паклетару. Он у нас ставил Ромео Джульетта. Почему-то семья Прокофьева запретила, ну, там вроде бы, он купировал, ничего страшного в этом нет. Но это было интересный спектакль современный. Понимаете, шел Лавровского, шел Григоровича классическое, замечательные спектакли, и вот его новые виды на новой сцене. Почему нет? Не знаю, мне нравилось. А из, вот скажем, крупных иностранных ваши такие образцы для вас интересные? Ноймайер, Марта Грехом, Кирин. Я любил, больше всего я любил Бижара. Потому что все люди, вот это самое, современное, Марта Грехом, потом, господи, у меня вылетает с памяти, но неважно, современные, небольшие трупы, небольшие трупы со своим репериментом, это интересно, потому что они покажут свое лицо, чего не увидишь в другом театре, понимаете? А выхолощенные спектакли, я не очень, так сказать, поклонник этих, я не ругаю, замечательный, блистательный баланчин, блистательный хореограф, но я люблю больше Фокина, вот так скажем, понимаете? А насколько по-вашему, вот вы говорили, что российская школа и советская школа это драматический балет, сюжетный балет, а вот балеты на музыку симфоническую классические композиторы, вот скажем, как у Киллиана на музыку Моцарта немецкие танцы, или вы же тоже ставили на музыку Баха, по-моему? Я ставил на музыку Баха, а на что? Бах, Бах, да, ставил, на какие вещи Баха? Флюитовая суета Баха, вторая, но понимаете, в чем дело, это не совсем мое, ну вот у нас был шедевр Лавровского немой, Леонид Михайлович, да, Флюита Прокофьева, она 25 лет была гордостью, шла везде, все принимала, сейчас вроде бы седьма Прокофьев, хотя они были друзья, Лавровский Прокофьев, она вроде бы сказала, что это нельзя, у нас, это наш бывший танцовщик, сейчас худрук из Стан-Франциска ставит свою версию в Большом театре, ставил, по-моему, я так особо не слежу, этой Флюиты Прокофьева, а когда школа спросила почему, то директор театра сказал, что нет, только разрешено для театра, ну, эти, так сказать, белыми нитками шито, потому что это было действительно настоящее, и для школы, это заснято, и для школы была польза, они научились танцевать все, и потом действительно хорошее, настоящее, неправой рукой, чешущее лево ухо, настоящее произведение, классическое искусство Флюита Прокофьева, и как произведение, и как для школы материал, это было замечательно, и 25 лет шло, на ура везде, но, так сказать, какие-то силы, вообще к Лавровскому не ко мне, это в Сочи тоже не блестящее отношение, вообще, посмотрите, Сергей, Лавровский сделал первую, нравится и нравится, экономическую версию Ромео Джилета почти сто лет назад, всем миром близко. А вот, кстати, такую вещь скажите, мне очень интересно ваше мнение, я вспоминаю, как у Ланова, читая вспоминание у Ланова, она говорит, когда Прокофьева они разучивали, они в голове себе придумывали другую музыку, она говорила, что Прокофьева очень сложно танцевать, у него такая моторная механическая музыка, что они себе для того, чтобы в голове придумывали какую-то другую музыку. Они же были воспитаны все, в общем, на чистых балетах таких, так сказать, Минкус, замечательная музыка, я не ругаю. Лавровский сделал, мне нравится такое течение драм-балет, нравится, и Поксеревский Фонтан мне нравится, Захарова, и Пламя Парижа мне нравится, Войнон, вы понимаете, в чем дело? Вот смотрите, Ромео, почему я говорю, что у нас очень тяжело от них дают, потом поставил Паганини, совсем в новой редакции, в новой манере, потом поставил Воночной город, первый наш модерн балет, размазали по стенке, симфонию Прокофьева, балет на льду, возобновил, несколько, по-моему, 20 лет шли, его 30 номеров, или там 40 только, у единственного нумериальной доски, под любым предлогом, правительство отказывало нам, все писали, и я, и Василий, все говорили, под любым, ничего, не хотят, знаете, только, чтобы было что-то другое, не знаю, какие-то свои дела, не свои дела, не могу понять, я, ни как политики этой, и вот сейчас последнее дело со школы, это было наше лицо нашей школы, Маху, когда люди танцевали всю эту Прокофьеву, и это нужно было, и как художественное произведение, и как помощь, необходимый, так сказать, учебник для детей, нет, урали. Последний вопрос, наверное, у нас уже время наше кончается, Михаил Леонидович, на Западе у вас никогда не было возможности, желания поработать, и как вы думаете, вписались ли бы вы? Вы знаете, трудно сказать, 69-й год, первый выезд Спартака в Лондон, колоссальный успех был спектакля, колоссальный, и мне довелось, к счастью, повезло мне станцевать премьеру там, и был такой успех, что из посольства, в общем, думали, боялись, что я останусь, и, значит, мне предлагали поработать там три или шесть месяцев, если вы хотите, пожалуйста, просто, такой, я не буду называть его фамилией, потому что у меня были друзьями, человек, из посольства, пожалуйста, желания есть, но, так сказать, та девочка, в которой я был тогда влюблен, она не захотела оставаться. Ну да, ну, вы здесь, вы с нами, вы знаете, в завершении нашего эфира, вот я вспомнил знаменитое стихотворение Бродского, Михаила Барышникова, который начинается, классический балет, есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней, суровые, пеликающие ямы, оркестровые отделены, и задраны мосты. Спасибо большое, Михаил Леонидович, у нас в гостях был Михаил Леонидович Лавровский, за то, что вы немножко помогли нам навести мосты вот в эту, через оркестровую яму, вот в этот мир классического балета, за то, что были с нами сегодня вечером. Это программа «Археология». Я, ваш верный археолог Сергей Медведев, доброй ночи и удачи. Спасибо.